В эти дни полигон под Гродно в буквальном смысле превратился в биатлонную трассу. Только вместо лыжников директрессу утюджат 40-тонные боевые машины, а вместо винтовочных выстрелов раскатистые залпы орудий. Экипажи выжимают из техники «Максимум», который поможет пройти в следующий тур чемпионата и далее на международные армейские игры. Основное внимание при отборе танковых экипажей обращается на огневую подготовку по условию танкового биатлона и вождение, выполнение скоростных показателей. Танковый биатлон – эффективный способ подготовки специалистов. Условия ежегодно усложняются с учетом опыта применения тяжелой техники в конфликтах. Вождение, стрельба, преодоление препятствий – неавтономные нормативы. Все элементы завязаны в единый комплекс. Основные вопросы, выносимые на отбор экипажей – это огневая подготовка, а также загрузка карту и стволов, перевод из походного в боевое, замена ствола пулемета. За выступлением подчиненных практически на каждом этапе внимательно наблюдают командиры. В конечном итоге оценки на подобных тренингах выставляют не только экипажам, а всей системе подготовки танкистов. Сложностей никаких нет. Я в личном составе уверен. Моя уверенность прежде всего основывается на тех результатах, которые показал личный состав. Лучший результат сегодня у экипажа из Гродно. Победу за счет ювелирного вождения обеспечил механик-водитель Вадим Антонович. Вополняют отличные чувства, позитивные. Волнение определенно присутствует. Здесь собрались лучшие экипажи западного оперативного командования, и хочется показать свой экипаж, что он достоин быть на танковом биатлоне. История танкового биатлона еще короткая, но довольно яркая. Хочется верить, что растущая популярность этой дисциплины будет пропорционально уровню подготовки экипажей и количеству медалей в копилке белорусской сборной на международных стартах. Сергей Чураков, Илья Линскевич, Леонид Бартенев, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».